Приступим к изучению основ объектно-ориентированного программирования на языке C-Sharp в Unity. Здесь мы рассмотрим базовый класс MonoBehaviour, точнее начнем его рассматривать и будем говорить в контексте объектной модели Unity. Мы начнем ее изучать и постепенно поэтапно в разных уроках. Мы будем углубляться в рассмотрение этой объектной модели. Первоначально для того, чтобы понимать как устроен Unity, необходимо знать, что каждый объект в проекте или в игре это так называемый игровой объект или GameObject. Все игровые объекты, каждый GameObject отображается в панели иерархии. Давай перейдем в Unity и посмотрим. Вот например у меня загружен стандарт assets и сцена с 2D-платформером. В панели иерархии мы можем выделять объекты. Это так называемые, напомню, GameObject. Двойным щелчком их к себе приближать, открывать, посмотреть, находить из каких других объектов он состоит и так далее. И в главном меню Unity у нас есть пункт меню GameObject. В принципе мы можем здесь создавать различные виды объектов. Сейчас мы это делать не будем, это будет у нас в практическом примере. Далее каждый игровой объект включает так называемые компоненты и эти компоненты отображаются в панели инспектор. В принципе каждый GameObject состоит из этих компонентов. Давай опять же вернемся в Unity и посмотрим, что это за компоненты. Вот я выделяю объект и в окне инспектор мы видим, что есть ряд компонентов. Их можно сворачивать, разворачивать. И в каждом компоненте у нас определенный набор свойств. Если мы выберем какой-то другой объект, то мы видим, что здесь значительно меньше компонентов, как минимум один. У каждого GameObject есть хотя бы один компонент. Unity устроен так, что для каждого нового игрового объекта автоматически создается компонент Transform. Мы уже видели, что есть объекты, у которых всего один компонент и это компонент Transform. В этом компоненте задается положение объекта на сцене, в каком направлении он повернут, его размер. Когда мы пишем скрипт, то скрипт обязательно должен быть компонентом игрового объекта, ну либо прикреплен к этому какому-то GameObject. Конечно же к тому, для которого мы этот скрипт пишем. Иначе скрипт не будет активирован, то есть не будет выполняться. Более подробную информацию ты можешь посмотреть в руководстве Unity, в разделах «Игровые объекты» и «Создание и использование скриптов». Сейчас я покажу соответствующие страницы. Вот так на момент записи этого видео выглядит раздел «Игровые объекты». Он находится в разделе «Working in Unity» в создании геймплея и «Игровые объекты». Но он тоже состоит из подразделов, некоторые из которых мы будем более подробно рассматривать. И вот есть отдельный раздел, посвященный компоненту Transform. На раздел «Создание и использование скриптов» находится немного дальше, в разделе «Скриптинг», «Обзор скриптинга». И вот здесь основные моменты, которые касаются создания скриптов. Как было сказано в самом начале, базовым классом движка Unity является класс «MonoBehaviour». И записывается вот он таким образом, как в заголовке слайда. Почему? Потому что это также подкласс или часть движка. И в объектно-ориентированных языках программирования принято записывать такие вещи через точку. Когда мы пишем скрипт, то скрипт взаимодействует с внутренними механизмами Unity за счет создания класса, наследованного от встроенного класса, который называется «MonoBehaviour». То есть всегда, когда мы создаем любой скрипт, мы сразу создаем класс, который наследуется от этого базового класса. Имя создаваемого класса берется из имени, которое мы указываем при создании файла. И обязательно имя класса и имя файла должны быть одинаковыми для того, чтобы скриптовый компонент мог быть присоединен к игровому объекту. Тоже детали можно прочитать в уже рассмотренном разделе «Создание и использование скриптов», но мы сейчас рассмотрим реальный практический пример. И я покажу, где указывается имя создаваемого класса, имя файла и как они взаимосвязаны. Когда мы создавали первый скрипт, мы писали его имя «FirstScript». Сейчас я сделаю крупнее, чтобы было видно. И уже в инспекторе можно увидеть, что у нас создался класс с точно таким же именем. И принципиально важно, чтобы они абсолютно точно совпадали. Кроме того, как было сказано на слайдах, скрипт должен быть компонентом какого-либо игрового объекта. И мы сразу создавали компонент у объекта, который называется «Main Camera». У камеры, короче говоря. Вот наш этот скрипт. Мы можем скрипт запустить двойным кликом либо из окна «Assets», либо, в принципе, мы можем выделить его здесь и уже увидеть, где он находится. Если в проекте много скриптов, либо мы изучаем какой-то чужой проект, достаточно непросто найти, где находятся скрипты, но в панели «Инспектор» всегда у тех объектов, у которых скрипты есть, есть компонент «Скрипт». И когда мы щелкаем мышкой по скрипту, он выделяется. Здесь же мы можем кликнуть двойным кликом мышки по этому скрипту для того, чтобы загрузить редактор скриптов, в котором мы пишем, собственно, программы скрипты. Так и сделаем сейчас. Итак, вот загрузился редактор, и мы видим созданный класс FirstScript, и имя файла в точности совпадает с именем класса. Ну и здесь мы уже можем немножко сказать о правилах создания классов в объектно-ориентированных языках, и в частности в языке C Sharp. Для этого используется ключевое слово «класс». Затем пишется имя класса. И если это класс, который наследуется из другого класса, то через двоеточие пишется имя этого класса. Но, в принципе, когда создается какой-либо класс, пишут... Сейчас я отдельно напишу минимальный синтаксис. Это класс. Дальше я так и напишу name class. И дальше в фигурных скобках описывается, собственно, класс. Это правило описания классов в языке C Sharp. В этом коде мы видим также перед словом «класс» дополнительное слово «public». Это так называемый модификатор доступа, публичный доступ. То есть этот класс будет доступен всем остальным классам, которые мы будем сейчас создавать. Я уберу вот эту инструкцию, она нам не нужна. И в редакторе, если у нас здесь появляется такой кружочек, это означает, что у нас текст не сохранен нашего файла. Для сохранения нажимаем Ctrl-S, и у нас вместо кружочка появляется крестик. Значит, мы сохранили наш скрипт. Скрипт можно создать не только добавляя явным образом компонент. Можно использовать правую кнопку мыши и выбрать create c-скрипт. У нас появляется заготовка нашего скрипта. И здесь пишется New Behavior Script. Вот это вот имя необходимо сразу вписать. Например, у нас это будет... Вот пока я думала, как назвать этот скрипт, неудачно двинула мышкой, у меня он создался, и имя класса получилось New Behavior Script. Чтобы исправить эту ситуацию, мы, конечно, можем здесь отредактировать имя файла, но затем в файле нам нужно будет точно такое же имя ввести и в качестве имени класса. Проще и надежнее, если мы сделали что-то не так, удалить ненужное. Удалим. И создать заново. Ну и пусть это у нас будет управление нашим объектом каким-то. Назовем его Control. И теперь у нас создался файл с именем Control и одноименный класс тоже Control. Но этот скрипт, он не является компонентом ни одного объекта. И выполняться он не может. Ну давай в этом убедимся. Напишем здесь простейший оператор и воспользуемся справочной системой документации Unity. Например, здесь приведен пример. Вот такой. Возьмем вот это и напишем. Здесь используется пока неизвестная нам инструкция DebugLog. Но она функционирует точно так же, как изученный нами оператор Print. Здесь используется класс UnityDebug и метод Log, который выводит в консоль сообщение. Давай сохраним. Перейдем в Unity. И запустим наш проект. Давай проверим. У нас ничего лишнего здесь нет. Откроем консоль. Запустим. И вот у нас срабатывает наш скрипт, который мы писали раньше. А новый скрипт не срабатывает. Почему? Потому что, повторю, он не является компонентом ни одного объекта, не прикреплен ни к одному объекту. Что делать? Мы можем сделать следующую вещь. Мы можем просто, даже можно к тому же, GameObject, у которого уже есть скрипт, добавить еще один компонент со скриптом. Он должен быть активирован. Должна стоять здесь галочка. Ну, давай этот отключим, чтобы они друг другу не мешали. Хотя, в принципе, они мешать не должны. Но проверим сначала один. Выполняем. И вот теперь наш скрипт сработал. И здесь сработало, написано, что сработал оператор debug log. А здесь оператор print. Ну, давай посмотрим, как будут два скрипта срабатывать. Вот сработал сначала один, потом второй. Можно попробовать запустить еще, посмотреть, в какой последовательности. В рассмотренном примере я упомянула, что мы пишем на языке C Sharp и показала, как создается класс. Для того, чтобы разобраться в самом языке, есть официальная документация Microsoft MSDN, руководство по программированию на C Sharp. И, допустим, здесь есть раздел классы и структуры. Мы можем выбрать раздел классы и найти, как описываются классы, объявляются, как создаются объекты, как они наследуются и так далее. Мы пока не будем вдаваться в эти подробности. Но если будет забыть синтаксис, как описывается, создается класс, можно всегда обратиться к MSDN, к руководству Microsoft. Мы будем постепенно изучать основы объектно-ориентированного программирования на примерах в процессе написания скриптов на C Sharp в Unity. И прежде чем продолжить, мы должны также сказать о том, что существует два основных метода у класса MonoBehaviour, использование которого для нас может быть очень важным. И эти два метода, эти две функции, уже указаны в коде, который формируется автоматически. Это функция, которая называется Update. И о ней тоже можно прочитать в руководстве Unity. Но я выбрала часть из того, что там написано. И там сказано, что функция Update – это место для размещения кода, который будет обрабатывать обновление кадра для игрового объекта. То есть каждый кадр, здесь у нас фактически как среда анимации, происходит выполнение тех инструкций, которые есть в функции Update. К таковым действиям могут быть отнесены движения, срабатывание действий, ответная реакция на ввод пользователя. В основном все, что должно быть обработано с течением времени в игровом процессе. То есть любое движение, перемещение персонажей, в принципе, они обрабатываются функцией Update. Давай посмотрим, как мы можем использовать эту функцию и как она работает. В какой-то мере, если сравнивать со Scratch, функция Update похожа на цикл всегда. Давай перенесем вот этот вот код. Отсюда вырежем его функцию Update сюда. Функция описывается таким вот образом. Ключевое слово void означает то, что эта функция не возвращает никакого значения. И далее идет имя функции. Затем обязательно круглые скобки. В круглых скобках могут быть перечислены параметры. В данном случае в этой функции параметров нет, поэтому скобки просто пустые. И весь код пишется внутри фигурных скобок. Открывающий и закрывающий. Поэтому, когда описывается какая-то новая функция, аналогичным образом, пользовательская, пользовательский метод в классе Control, в данном случае, например, у нас будет метод, который обрабатывает бег нашего персонажа, то мы должны будем написать, если не возвращаем никакого значения, слово void, потом имя функции, круглые скобки и фигурные скобки. Я обычно пишу сразу две, так принято программирование, и затем мы нажимаем клавишу Enter для того, чтобы перейти в тело функции. Ну и для того, чтобы эта функция была доступна, мы должны написать модификатор доступа Public. Для функции Start и Update Public писать не надо. Но пока эта функция пускай будет пустая, просто для примера я рассказала, как она описывается. А посмотрим, как же будет работать наш Update. Сохраняем скрипт. Переходим в Unity, запускаем. И видим, что у нас каждый кадр происходит вывод. Вот видно по бегущей полосе. И видно, сколько раз мы вывели уже это значение. Давай остановим. Видим, да, получилось у нас 895 кадров, и в каждом кадре было выведено это сообщение. Вначале было Hello World, а потом все остальное. Для работы с консолью мы можем нажимать на кнопку Clear, чтобы все очистить. Можем нажать на кнопку Collapse. Тогда у нас одинаковые сообщения, которые были выведены в процессе выполнения скриптов, будут собраны. Вот здесь вот два раза, потому что это выводилось из функции Start. Вот написано Control Start. Мы можем прочитать, где это выводилось. А это из функции Update. То есть это разные фактические инструкции, операторы. А здесь все происходило в старте, и это было 4 раза. 4 раза мы запустили скрипт. Если Collapse убрать, все открывается наружу. Если мы нажмем Clear on Play, то при новом запуске все, что здесь было, затрется, и произойдет вывод заново. Вот я запустила. Сначала было Hello World один раз. Вот сейчас нажмем, давай Collapse. Вот один раз, и потом 145 кадров произошло у нас. Происходил вывод. Если сейчас нажмем Clear, то мы все сотрем. Вот так можно работать с окном Консоль. И вторая функция, как было сказано, это функция Start. Она вызывается Unity до начала игрового процесса, то есть до первого вызова функции Update. И это идеальное место для выполнения инициализации. Инициализация – это процесс задания каких-то начальных значений, вывода каких-то, возможно, начальных сообщений для пользователя, для игрока. А потом уже запускается, собственно, Update, который работает постоянно. И, в принципе, мы видели, хоть у нас и два скрипта, но сначала выводилась у нас Hello World из функции Start, а потом уже срабатывала функция Update. Но давай убедимся в этом, работая с одним скриптом, один из них дезактивируем, а будем работать со вторым. Напишем что-нибудь в функции Start и Update. Сейчас я не буду копировать оператор DebugLog метод, а напишу его. И смотри, у нас, когда мы работаем в редакторе, появляется подсказка, ключевое слово Debug известно. Это класс, мы можем даже прочитать о нем, что это за класс Debug. Он содержит какие-то определенные методы, которые работают в процессе отладки нашего проекта. И вот инструкция DebugLog хороша тем, что мы можем писать отладочный вывод, а потом он не будет собираться в результирующий проект. Мы всегда сможем легко избавиться от этих дебагов. Это отладка. Слово Debug по-английски означает отладка. Сейчас нажимаем точку, поскольку это класс. У класса есть метод. Метод Log. Я нажимаю, просто ввожу первую букву, и тоже подсказка у меня уже есть. Мне как раз этот DebugLog и нужен. Нажимаю Enter. Открываю скобку. У нас появляется сообщение о том, какие есть так называемые перегрузки, то есть как можно DebugLog вызывать, либо с одним параметром, с каким-то сообщением, либо я нажала стрелочку вниз. Вот здесь есть цифра 1 и 2. В редакторе Visual Studio здесь можно мышкой щелкать. В MonoDevelop это не срабатывает, поэтому нажимаем на стрелочки вверх-вниз на клавиатуре. И вторая перегрузка. Второй способ вызова этого метода, это еще указывать второй параметр, контекст. Мы будем использовать первую перегрузку и писать здесь. Например, в кавычках напишем. Сейчас завершим синтаксически правильную конструкцию. Напишем. Начало игры. Вот так. Сохраним. Перейдем в Unity и сразу во вкладку Project. Чтобы дезактивировать вот этот скрипт, будем работать только с этим. То есть этот выполняться не будет. И в принципе, если он нам не нужен, если какой-то компонент не нужен, его можно удалить. Нажимаем на эту кнопку. В окне записи не видно. Сейчас я немножко перемещу. Сделаю меньшее окно. Нажимаем на эту кнопку. И вот у нас есть Remove Component. То есть мы можем удалить. Только удалить вот этот. Вот его здесь нет. Для того, чтобы он появился, опять же, мы просто перетаскиваем вот сюда. Еще раз покажу. Перетащили. Удалили. Итак, работаем с этим скриптом. У нас здесь функции Start. Есть дебук-клоп. И функции Update. Давай перейдем в консоль. Запустим. И вот у нас начало игры. И дальше выводится много раз в коллапсе. Уберем вот это. И вот у нас идет вывод. Если пролистнем, у нас нажата кнопка Clear on Play. Поэтому все перед тем, что было затерто из консоли, а вывелось сообщение начала игры. И дальше в апдейте все остальные. Итак, чтобы завершить это видео, повторим основные термины, которые здесь прозвучали. Мы говорили о классах, которые создаются в C Sharp, и объектах, как экземплярах классов. И мы создавали скрипт, который становился компонентом игрового объекта. И при создании этого скрипта у нас создавался класс, который наследовался от базового класса MonoBehaviour. И при этом говорилось о том, что имя файла со скриптом должно полностью совпадать с именем класса. Поэтому идентификации файлов необходимо уделять особое значение, чтобы потом в проекте не запутаться. И также мы говорили о функции и о методе. Мы рассмотрели две базовые функции класса MonoBehaviour, Start и Update. Посмотрели, чем они отличаются, для чего нужны. И также рассмотрели создание пользовательского метода. Продолжение следует...